Сердцу верить полуслова Новый год желаем весь Сердце, если друг забыли, я напомню это здесь Сердце точно вам подскажет, где найти и что искать И вам снова будет 30 или даже 25 Вам желаем не прощаться, где прощению место есть Просто следуйте за сердцем Сердце я напомню здесь В новом году следуйте за сердцем Тинькофф Привет, YouTube! И это Зашквара недели И сегодня у нас здесь тигры на семейной фотосессии Прилучного Инопланетяне, похитившие зубы Кати Лель А еще реклама нового фильма Майора Грома Которая вызвала самый настоящий скандал Ну что, давайте с вами не будем затягивать и поехали Вот тигр заканчивается, но некоторым так и хочется С этими тиграми пофотографироваться Тут актер Павел Прилучный запрыгнул в последний вагон и пригнал тигра к себе домой Ну, как говорится, детишек порадовать, да? Не бойся, все это... Да мы сработаем, мы как-то, ну... Я, главное, всем говори, не будете, сама... Вика, поводка нет? Да, в машине, да Ну, это самое-самое, что безопасное Ну, она мокрая чуть, мы с леса только Надо ее в вольерчик посадим, а? Да, глаза, глаза Давай это самое, давай ее в вольер посадим и в дом пойдем Давай возле лопа Вот для лопа Только что такая храбрая стала А? Ай, позирует, смотри, как красиво Саня! Да, это кисло, ну, руки будут волосатые-то, ну, мы их потом дома помоем Ничего, говорится, хорошо На, Шань, спецэффектов добавим, с вами Ой, как красиво Елка, детишки, прекрасное настроение Тигра снегом посыпают для спецэффектов Но почему-то вместо умиления у многих зрителей эти видочки вызвали тревогу Может, потому что такие фотосессии не так, чтобы безопасное дело? А тут у нас вообще ближе всех к пасти хищника оказалась 6-летняя дочь Павла А еще даже подписчикам самого Прилучного стало жалко кису Мы стали забывать, что тигр не хочет праздновать с вами День Оливье А хочет обогладать чье-нибудь лицо И об этом совсем недавно напоминал дрессировщик Эдгард Запашный Который получил тигриный привет У меня только что тигр за лицо Цапнул? Ну не цапнул, махнул Лапой? Да, лапой Но не специально, случайно Так получилось Тигр просто лапкой махнул случайно и, пожалуйста, 14 швов на лице Как вам такое? Но семейство Прилучного так просто не испугать Поэтому зачем ограничиваться одним тигром? Дайте Два тигра Вот, пожалуйста, следующий акт впечатляющего контента Кормления тигренком И вот вроде бы как хорошо, что год заканчивается И спрос на отискание тигров может быть хоть немного доснизится Но на горизонте уже маячит следующая жертва фотосессии Кролики Если я ради эффектных фоток беспощадно эксплуатирую даже опасных тигров То страшно представить, что же буду делать безобидными кроликами А тут и представлять не надо Открываешь ленту, а там уже вовсю развернулся ушастый-пушастый контент Вот Матата, она же Ольга Нечаева Оль, привет! Притащила целое кролище семейство ради новогодней рекламы косметики Но это еще цветочки Потому что для коллег в офисе она приготовила подарочек посерьезнее Год кролика Но важно не забывать, что на каждого кролика найдется свой удав Не надо Ну это ты Вот Вот Я не часто бываю сейчас на своем рабочем месте Я хочу, чтобы вам каждый день обо мне здесь что-то напоминало Удав? Да ну какой удав? Это 100% удав Да какая-нибудь Антистресс И он потом вырастет Антистресс, как собачки Удура Ой, я боюсь Давай лучше ульты здесь все время будешь Как мы его назвали? Диабло Вот, это Диабло Он будет жить здесь Питон этот, кстати, очень старается и помогает Оле повышать просмотры А заодно заманивает подписчиков в ее телеграм Знаете как? Показывает там всем желающим без цензуры Как он закусывает мышкой Гозми, кстати, нас ждет уже совсем скоро Через пару лет В 2025 году Так что если Диабло доживет до этого времени То сможет поучаствовать еще не в одной рекламной кампании А вот года слона, к сожалению Или может к счастью В китайском календаре нет Но для блогеров это значит лишь то, что Определенного повода для фотосессии можно и не ждать Так и сделала мама Сита И она не просто села на слона Но и на хобот к бедняге Зачем-то вскромоздилась А если вам вдруг стало жалко слоненок То вы просто завидуете Честно скажу, я ничего не имею против фоточек С любимой собачкой или с кошечкой Ну, которым не приходится часами Страдать перед объективом Но вот тигры и слоны Кролики тоже, наверное Вот честно, за пределом моего понимания И ставить лайк таким вот постам Вот лично мне совсем не хочется Свет мой зеркальце скажи Да всю правду доложи Каково состояние моего физического, энергетического И ментального тела Вот с таким запросом нужно приходить В новый питерский салон Обещающий здоровье без медикаментов Ну, потому что лечит там не какими-нибудь Обычными пилюлями А зеркалами А точнее Зеркалами Козырева Вы меня давно в комментариях просили Рассказать что-нибудь про Раду русских Визажистку и бизнесвумен Ну, которая помешалась на магии эзотерики Так вот, этот новенький салон Как раз ее проект Так что же это за зеркала Козырева А это такие конструкции из алюминия В которых якобы меняется течение времени А люди внутри при этом испытывают Аномальные психофизиологические ощущения Назвали эти штуковины В честь советского астрофизика Николая Козырева Но к нему, как и к науке в целом Современное применение зеркал Имеет весьма, знаете, отдаленное отношение Рада уверять, что мысль заняться Целительными зеркалами Посетила ее именно тогда, когда ей Цитирую Открылись все точные науки Хотите знать, что эти зеркала умеют? Если вкратце То примерно Все От вывода токсинов и восстановления органов На клеточном уровне До придания пациенту веры в себя И проявления у него чувства справедливости Причем, чтобы все эффекты сработали Важно лежать в трубе головой на север Вдоль географического меридиана Земли Рада, между прочим, о силе зеркал Знает не понаслышке Вроде как сама где-то там в зазеркалях побывала Самый странный случай, который со мной был Это то, что с первого момента У меня было ощущение зеркала То есть я попала в зеркало Я вот везде ходила У меня зеркало, 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 зеркало И потом до меня дошло Что изначально была точка И потом, чтобы размножиться Она по факту сначала умножила сама себя Ну то есть как зеркальное отражение Это есть фракталы И самое странное, что произошло со мной за все это время Это момент, когда я пыталась выйти из зеркала То есть я схлапывала зеркала обратно до точки С помощью зеркала можно что угодно То есть я могу тебе восстановить тонкое тело Я могу его наполнить, укрепить Чтобы оно стало более плотным, мощным Можно убирать любые интерференции Любые подключки Там какое-то испачканное поле Ну то есть можно, знаешь, энергетически мыться в них Можно открывать сверхспособности То есть можно активировать верхние каналы Можно подрубаться к нижним И это в десятки раз концентрирований Чем если ты просто цигуном займешься, например Так что же это получается? Я теперь смогу отмыть свое испачканное поле И к верхнему каналу подключиться? Но нет Нет, друзья, не все так просто Сначала нужно пройти диагностику за 4000 рублей А уж потом, когда ваши меридианы и чакры будут измерены Специалисты отправят вас к зеркалу К горизонтальному или вертикальному 40-минутное сидение или лежание Обойдется еще от 2 до 5 тысяч рублей Ну что, хочу сказать, неплохо так Но давайте о самом интересном Что же происходит во время сеанса в зеркалах? Там может открыться вообще все, что угодно Можно будет даже узнать, к примеру Что ты на самом деле не Катя с планеты Земля А звездная душа в аватаре Я считаю, что я тоже в аватаре Звездные души Это формы сознания Которые пришли из других мест То есть я звездная душа И я была создана в другом месте И я могу перемещаться И у меня есть выбор И я захожу сюда И когда я умру Я здесь снова не рожусь У меня есть постоянное тело Из которого я зашла в это на время То есть я даже не умру По меркам человека Я сейчас в аватаре То есть я видела Когда меня активировали Своё постоянное тело Я знаю, где оно хранится И я его оставляю там На стоп-режиме Как в фильме «Аватар» Кстати, раз Рада у нас Так легко скачет между планетами Может она навестит Вот того инопланетянина Который у Кати Лея Ильзупа украл И попросит вернуть, собственно, украденное А то её бедную эту тему Уже лет 30, наверное, не отпускает Мы сидели за столом В 9 часов вечера В городе Нальчике Где я родилась Просто-напросто исчезли зубы Которые я никогда не вырывала Все зубы Нет, слава богу, только три Три Только три, да Три зубы Да, причём с корнями Они взяли их для эксперимента Во мне, как они сказали Есть их ДНК И, конечно же, не только я видела Эти объекты разных форм И соседи видели И семья видела И люди, которые живущие рядом Специалисты по этому случаю Даже помогли Кате Фоторобот составить Вот он Смотрите, какой красавчик Зовут его Сэн Тит Работает он биологом Специализируется на контактах С межгалактическими формами жизни Ну, а заодно Крадёт зубы будущих певиц Кстати, Лель про свои контакты С пришельцами Упорно рассказывает Всем подряд Уже не первый год Но вот, наконец, попала в тренд Теперь тему на полном серьёзе Обсуждают Не на каком-нибудь Первом мистическом А на самом обычном Первом канале Да ещё и в прайм тайме То есть вы можете разговаривать Да, я говорю Поговорите с нами Приветствуем вас В этом светлом пространстве И мы рады Что вы затронули эту тему С вами сегодня Юпитерианская цивилизация И Иринины кураторы Тоже здесь Цивилизация Орион Здесь Сириус Андромеда И большое количество Совета душ Приветствуют Присутствуют здесь Не хочу обидеть Юпитерианскую цивилизацию Но либо у них Язык прям скудный Состоящий буквально Из трёх слогов Либо переводчица Не сильно старалась Когда придумывала Даже до Калингонского Не дотягивает Спора нет Каждый Сходит с ума По-своему Тут главное Другим Своё убеждение Не навязывать А то Разрекламируют Тут Понимаешь Свои зеркала А ты Полежишь там часик Повысишь себе Вибрации И как заговоришь На инопланетном И что потом С этим навыком Дальше делать Никто не знает Искусство против коммерции Новый виток Этого вечного конфликта Случился недавно В Санкт-Петербурге Там закрасили Любимые многими Горожанами и туристами Граффити с Маяковским А зачем? А затем Чтобы вместо него Нарисовать рекламу Работа уличного художника Романа Добро Появилась на стене дома На Лиговском Аж в 2018 году Романа пригласил Лофт этажей Которому принадлежит Это пространство Чтобы сделать место культовым Процесс создания Стрит-арта Длился целую неделю А затем На протяжении 4-х лет С граффити Любил пофтографироваться И посетителей этажей И прохожие Но недавно Ко всеобщему удивлению Маяковского Взяли и закрасили Вместо цитаты Из манифеста Футуристов Смысл которого В том Чтобы заменить рекламу На улицах картинами На той же самой стене По иронии судьбы Появилась именно реклама Анонсирующая Новый фильм Про майора Грома Обидеть художника Может каждый Как водится Поэтому Роман Действительно обиделся И написал пост о том Как ему жаль Что душа проигрывает Коммерции А еще обвинил этажи В уничтожении его работы Ради денег А бабл комикс Издание выпускающее Комикс Майор Гром В неуважении К труду других людей Желание идти по головам Ну и тут конечно Набежали тучи Сверкнула молния Праведного гнева Загремел гром Но не майор А гром Срача в комментариях Ценители прекрасного Ринулись в атаку И на лофт И на издательство И на киностудию С одними и теми же Требованиями Верните Маяковского Этажам они теперь Вообще запрещают Писать об искусстве Раз они такие Цитирую Продажные жопы И вообще Если уж так нужно было Сделать рекламу Именно в этом месте Можно было бы И по старинке Баннером воспользоваться А не закрашивать Чужую работу Бабл несколько дней Отмалчивались Но потом все-таки Выдали пост Что они тут вообще Ни при чем Они хорошие ребята Труд художников Ценят и выступают Против уничтожения Мест культурного притяжения А вот кто главный злодей Так это Владельцы лофта Которые ввели в заблуждение И сказали Что Маяковского Закрасят В любом случае А место для рекламы Тут хорошее Тут уже этажи Перестали отмалчиваться И заявили Что старая граффити Находилась в плачевном состоянии И почти все облетела Ну а с создателями Маяковского Никаких договоренностей Оказывается не было Поэтому Откуда взялись Все эти претензии Им непонятно И вообще Это так-то Вмешательство Во внутреннюю политику заведения К слову В Питере Это уже далеко не первый конфликт Из-за стрит-арта Недавно Всем миром Пытались спасти Другое граффити С другим писателем Даниилом Хармсом Жители даже проводили Акции в защиту изображения Собирались И читали Произведения Хармса Возле дома Но ничего не помогло Граффити Все-таки закрасили Но потому что Оно не было согласовано С местной администрацией Или вот еще один случай В 2020 году Было уничтожено Граффити С Иосифом Бродским Его вообще закрасили Всего через день После появления По той же самой причине Не было необходимых согласований Такой вот непростой труд У уличных художников То ради рекламы Их работу стирают То ради соблюдения Банальных формальностей А на сегодня, друзья, это все И если вам понравился этот выпуск Не забудьте обязательно Поставить лайк Подписаться на канал Оставить, конечно же, комментарий Потому что все это Помогает продвигать видео в топ Я вас очень люблю С наступающим восстановым годом Уже можно, наверное, так говорить Мы с вами еще не прощаемся В этом году Увидимся совсем скоро В новом видео Пока-пока